Бывший президент Франции Николя Саркази проведет год в тюрьме. Несколько месяцев длилось судебное разбирательство по делу 23-го президента Франции Николя Саркази, которого обвиняли в коррупции и торговле политическим влиянием. Прокуроры просили для Саркази два года лишения свободы, в итоге чиновника посадят в тюрьму на год. Согласно решению Парижского суда, Николя Саркази приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условные. Как любой гражданин, бывший глава государства обладает правами, которые следует уважать, но он в свою очередь должен уважать нормы, поскольку это правовое государство, заявлял ранее глава финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Банер. Напомним, все началось с того, что бывший французский лидер обещал помочь сотруднику касационного суда Жильберу Азиберу получить высокую должность в Монако в обмен на секретную информацию о расследовании, о якобы незаконном финансировании своей президентской компании. Николя Саркази и его сообщников вывели на чистую воду, вот только все они упорно отрицали свою вину. К слову, это не первый случай, когда экс-глава государства Франции предстает перед судом в качестве обвиняемого. Так, в свое время предшественника Николя, Жака Ширака, обвиняли в незаконном обогащении. Вот только Саркази стал первым бывшим управленцем страны, на которого повесили дело о коррупции.